Всем здравствуйте! С вами Александр. Сегодня я вам хочу рассказать о коляске для тех родителей, кому очень повезло, у кого близнецы, погодки, ну или дети с небольшой разницей. Это коляска от компании Valco Baby. Модель называется Snap Duo. И не простая Snap Duo, а в версии Trend. Trend это у нас версия, которая отличается более качественными материалами, с чуть-чуть улучшенными опциями, возможностями. Как закон еще добавляются материалы не только в самом исполнении коляски, но и появляется еще эко-кожа на ручке. Поэтому сегодня я вам хочу о ней рассказать. Сегодня я расскажу вам о ней в варианте для не 2 в 1, а просто как прогулочная коляска. В комплектации 2 в 1, скорее всего, на моем канале тоже выйдет обзор, и мы с вами ее изучим как в варианте 2 в 1. Так, смотрим, что из себя представляет. Изучать начнем с вами, как обычно, сверху вниз, с ручки, и пойдем до самого багажника, как и говорится. Что касается ручки. Как я говорил, исполнение здесь эко-кожи, это реально очень здорово, потому что это как держать хороший, приятный, дорогой руль в хорошем автомобиле. Это всегда важно. Хват, потому что вы за ручку держитесь всегда при эксплуатации коляски. Хват удобный. Ручка не тонюсенькая, а такой хороший хват, мощный. Ручка, кстати, имеет возможность регулировки. Диапазон не такой уж и большой, ну, хотя, в принципе, достаточный. Вот, чтобы понимали, мой рост 186 см, мне 99 колясок из 100 подходят при любой ручке. Что так, что так. Вот, но вы понимаете, как вот сейчас я держу, как вот сейчас я держу, и проецируйте на свой рост, как она будет вам. Я думаю, что подберете без проблем. Так, теперь давайте посмотрим на козырьки. Козырьки здесь у нас вот такие. Здесь я сразу разложил вам максимальный угол, максимальное положение. Это максимум, что можем мы добиться. Вот здесь минимальное положение. Добиться максимальным уголом можно очень просто. Каждая из секций добавляется отдельно путем застегивания и расстегивания. Замочка. Вот мы одну секцию убрали. Таким же образом убираем и еще одну секцию. Получаем, в принципе, обычный такой стандартный козырек. В козырьке сзади имеется смотровое окошко. Хочу сразу заметить магнит, не липучка. Это реально классно. Просто опустили все. Придает такой дороговизну колясочке. Так, с козырьками мы с вами разобрались. Здесь все очень просто. Теперь давайте посмотрим, что у нас на задней части. Сзади у нас здесь в каждом отсеке есть кармашек. Он достаточно глубокий. Вот эту заднюю часть можно поднять. Здесь у нас сеточка. Кому-то это очень важно, поэтому здесь это есть. Летом отличная вещь. Проветрить. Жаркие места. Будете ездить отдыхать. Поймете, о чем я говорю. Это очень удобно, когда все проветривается. Так. Спинка регулируется здесь с помощью ремешков. Что здесь, что здесь. Вот как это выглядит. Опустить, опустить, соответственно, прижимаем прищепочку и опускаем. Вот как это выглядит. Так, давайте теперь посмотрим с вами на них спереди. Так, что касается сидения. Давайте я вот это вот отстегну. Что касается сидений. Сидения здесь немножечко, они меньше, уже, чем в версии для одного ребенка. Но вы представляете, если ее сделать такого же размера, как обычный снаб, это будет, я не знаю, вот окенная коляска. Поэтому с этим придется мириться. Все-таки это компромиссное решение. Но все равно, даже с учетом того, что она немножко уже, мерили детей много раз, клиенты довольны. Места хватает, в принципе. Что касается безопасности ребенка. Здесь у нас пятиточечная система ремней. Мягкая накладка на плечевой зоне. Но на паховой зоне нет ничего. Копеечки сэкономили. Мне кажется, не стоило. Так, также, что касается безопасности, есть бампера. Бампера у нас с возможностью откинуть, как калиточка. Лучше это делать наружу. Вот, посадили ребеночка. Соответственно, едем дальше. Коляска, кстати, с трех месяцев. Не с рождения. С рождения можно использовать только в комплектации 2 в 1. Так, что касается подножки. Давайте посмотрим на подножки. Опустим сидушечку. И вот, смотрите. В принципе, 175 градусов, я думаю, спокойно тут есть. Практически ровно. Поэтому с трех месяцев, в принципе, можно. Но лучше с полугода, все-таки, 3 месяца ребенок должен на вас смотреть. Мне кажется. Мое личное мнение. Так, производитель считает иначе. Так, все. По сиденью с вами разобрались. Есть тоже, кстати, подножечко, чтобы ребенок мог потом завозить. Ну, это стандартно, есть везде. Так, опускаем. И посмотрим с вами теперь на саму конструкцию шасси. Так, смотрите. Она алюминиевая. Весит, кстати, вся конструкция немного. Немного. Весит она 12,4 килограмма. В принципе, для коляски, для погоды, для такой большой, это немного. Хочу сразу обратить ваше внимание на багажник. Двое детей, соответственно, в два раза больше всего вам нужно взять с собой. Багажник тут просто гигантских размеров. Я не знаю. Тут даже с избытком места. Ну, конечно, если вы за продуктами ходить не будете. Место навалом. Хороший глубокий багажник с хорошим материалом плотным. Вот здесь сеточка, а все остальное плотная хорошая ткань. И когда она не удавишь, она не провисает особо. Поэтому, когда будет загружен, чиркать дном, я думаю, вы не будете. Кстати, что касается тормоза, здесь очень классная моя любимая система. Когда вы сверху и снимаете с тормоза, и ставите на тормоз. Это удобно, не надо ковырять. Так, что касается колес. Здесь полиуретан. Спереди и сзади. Амортизацию, к сожалению, не завезли. Но это проблема Валка Бэйби. У них никогда ее практически нигде нет. Только в Quad X модели с резиненными колесами есть амортизация, насколько я помню. Вот. Передние колеса с возможностью, естественно, блокировочки. Для плохих дорог можно ее заблокировать. Оба колеса. Вот. Собственно, по шасси все. Теперь давайте посмотрим, как коляска складывается. Чтобы сложить, нам нужно, смотрите, здесь на ручке есть кнопочка маленькая и есть большая. Сначала нажимаем маленькую, потом большую. И вот таким образом поднимаем и складываем ее. До щелчка. Вот здесь срабатывает фиксатор. И после чего мы можем колясочку транспортировать. 12,4 килограмма – это вес обычной средней полноразмерной прогулки. Поэтому, вот, смотрите, можно, в принципе, попробовать ее поставить. Она стоит. На ручках для этого есть специальные выемки, чтобы она не кожзамом касалась, а именно пластиком. Вот, собственно, таким образом нам можно ее хранить. Можно переносить здесь за ручки, можно переносить на плечо, одев. Так, чтобы разложить. Фиксатор открываем. Все. В принципе, к эксплуатации готово. По большому счету, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Можно, в принципе, подытожить. Я очень хорошо отношусь к бренду Валка Бэйби. Особых косяков за ними не замечено. Достаточно надежные коляски. Они очень сильно популярны. Если сможете этот ролик, наверное, понимаете, о чем я говорю. Они очень популярны в среде прогулочных колясок. Да, и с два в одном они сейчас хорошо завоевывают рынок. Потому что у них реально неплохие люльки. Обзор два в одном. Чуть позже, я думаю, все-таки выйдет. Я вам покажу. Но и на обычной версии, не для погодок. У меня уже обзор на канале есть. Поищите, посмотрите. Вот. Поэтому я считаю, этот вариант для погодок, близнецов, там, как угодно. Это неплохим вариантом. Это качественная вещь. По гарантии обращений практически нет. Она легкая. Сделана очень хорошо. Положение ребенка хорошее. Складывается легко. Багажник большой. Из минусов нет амортизации. Ну, нету и нету. Тут я вам ничего не скажу, как есть. Как факт. Вот. В принципе, я думаю, что выбирать вам, естественно. Но обратить на нее внимание, как минимум, пристальное, я вам рекомендую. Вот. Поэтому, в принципе, все. Если это видео вам было полезно, интересно, что-то вы для себя подчеркнули, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно еще подписывайтесь и ставьте колокольчик. Нажимайте на него, чтобы уведомления о новом ролике к вам приходили. И вы не пропустили новые видео. Вот. Собственно, все. Спасибо первой коляске за то, что предоставили на обзор нам эту чудесную модельку. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочек для вашего ребенка. И всего доброго.